Сегодня в выпуске. В Уфе нелегальные автобусы не вышли на маршруты. Жители города жалуются на нехватку общественного транспорта. В Башкирии построят очередную солнечную электростанцию. И в столице республики открылся музей аграрной техники. Почему все маршрутки завтра встают? Ехала сейчас в 252 автобусе. Водитель сказал, что завтра работать они вообще не будут. Да и все нелегалы тоже. 23 октября пассажирские перевозки в город Уфа будет осуществлять только по маршруту 165 Уфа и Глино. Просим заблаговременно планировать поездки. С завтрашнего дня не будет ни одного 221 Шакша колхозный рынок. В городе также не будет ни одного экскурсионного автобуса. Заранее подумайте, как завтра выехать из Шакши да и вообще передвигаться. В понедельник вечером в социальные сети пестрили сообщениями о предстоящем транспортном коллапсе Уфе. В них сообщалось, что нелегальные перевозчики отказываются выходить по своим маршрутам. Причина всего усиленные рейды против нарушителей. Если это повторное нарушение, то автотранспортное средство будет эвакуироваться на штрафстоянку города Уфы. Если впервые попал без карты маршрута, то будет составлен административный протокол. Только за первый день рейда выписано 22 штрафа и арестовано три автобуса. Городские власти говорят, в усиленном режиме такие мероприятия будут проводиться на протяжении двух недель. Затем эта работа станет планомерной. Тем не менее, жители Уфы уже столкнулись с нехваткой автобусов. Сегодня утром жаловались люди. Автобусов мало. Стоять даже негде. Я ехал в поликлинику утром. Вот люди жаловались. Долго стою, жду автобусов. Почему-то нет. Я заканчиваю работу в 9 вечера и я не могу попасть домой. Только благодаря маршрутным такси мне удается добраться до дома. Никакого транспорта вообще нет. Никакого. Я читала, что их стало меньше, но я уже жду довольно-таки долго. 74 маршрут. Уже вообще 20 минут, наверное, точно стою, ни одного нету. Обычно их всегда много было. Правильно сделали. Нужно еще сокращать. Дать другие большие автобусы. Я считаю, правильно. Я гость Башкирии. Да нет, нормально ходит. 74 ждут. Что-то нету, нету. А так прям целая вередница. Нормально работает, ребята. Сегодня ощутили нехватку общественного транспорта? Конечно. Нету. Вот стоят двери. Долго стоите? Ну, уже, наверное, полчаса стою. Отсутствие привычных газелей и пазиков сильно ощутили отдаленные районы от центра города. Например, утром жители Нижегородки не дождались маршрутов 252 и 74. Но зато в микрорайоне появился 239-й автобус, который закрыли несколько лет назад. За возникшие проблемы с общественным транспортом уже извинился исполняющий обязанности мэра Уфы Слават Хусаинов. Необходимо работу организовать с перевозчиками для того, чтобы закрыть маршруты, которые сегодня выпадают из общей маршрутной сети. Поэтому где необходимо транспортное средство перекидывать и усиливать определенные маршруты. Он утверждает, до удара 24 октября работа общественного транспорта восстановится. Исполняющий обязанности главы администрации напомнил, что все ответственные структуры и ведомства должны оперативно и гибко реагировать на дорожную ситуацию. Напомним, на совещании правительства Башкирии председатель Республиканского госкомитета по транспорту Тимур Мухаммедянов озвучил прогноз, согласно которому в течение ноября до двух сотни легалов уйдут с рынка. Рустам Нурешев, Никита Бочков, Александр Кузнецов, Градской телеканал ЮТВ. 250 спикеров из 12 регионов России и 6 стран мира. В Уфе проходит российский энергетический форум. В течение четырех дней эксперты будут обсуждать проблемы и тенденции современной энергетики. Основная тема форума – альтернативные источники энергии. В Башкирии действуют три солнечные электростанции – Бугульчанская, Буребаевская и Сенгуловская. В планах строительство еще одной. Следующий проект в области альтернативной энергетики должен быть реализован в Бурзианском районе. Это проект по строительству солнечной электростанции, но которая предполагает также накопление электроэнергии с использованием аккумуляторов, с тем, чтобы затем отдавать ее снова в сеть и тем самым обеспечить устойчивое энергоснабжение Бурзианского района. Мы считаем, что солнечная электроэнергетика имеет хорошие перспективы в республике. Строительство зеленых электростанций улучшает качество жизни людей в районах республики. Участники форума утверждают, что подобный опыт необходимо применять и в больших городах. Возобновляемая энергетика, она не только в России востребована на удаленных территориях или, скажем, в деревнях, куда трудно протянуть электрический провод. Она также востребована и в городской среде, потому что это могут быть светофоры, это могут быть автобусы, как вы знаете, городские автомобили, электромобили и так далее. То есть даже городские дома, они вполне могут со временем переходить на частично на возобновляемую энергетику. И это сегодня уже происходит во многих городах. Своим опытом поделились зарубежные специалисты. Они рассказали, как получать и использовать солнечную энергию в городе. Очень важно в городах использовать крыши домов для производства солнечной энергии. Нам не надо поставлять энергию за километры. Мы можем производить и использовать ее прямо в своем доме. У нас в Швейцарии это повсеместно. Мы используем крыши с солнечными батареями для производства энергии. Вы можете сделать так же. Также в будущем вы можете использовать солнечную энергию для зеленения городской среды и для решения проблем с городскими островами тепла. В рамках форума работает выставка, на которой специалисты смогут ознакомиться с новинками и достижениями в области энергетики. Экспозиция включает в себя 120 компаний из регионов России, а также Германии, Швейцарии, Китая, Польши, Турции, Чехии и Украины. Глеб Безбородов, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Этот зерноуборочный комбайн был выпущен в 1962 году. Когда-то на нем работали башкирские аграрии, а теперь раритет можно увидеть на выставке, которую открыли на территории Башкирского государственного аграрного университета. Всего здесь представлено 10 образцов различной техники. Времени, конечно, потребовалось очень много, потому что некоторые экспонаты, они были в полуразобранном состоянии. Укомплектовать сейчас уже проблематично. Вот автомобиль ГАЗ-51 мы где-то полгода реставрировали, восстанавливали. Комбайн, вот СК-6, который сзади стоит рядом, ближе к теплопункту, его что-то около года восстанавливали, пока нашли вот эти комплектующие. Возле каждого экспоната установлена табличка, где дается характеристика машины, в какие годы выпускалась и что позволяло сделать. Музей останется здесь навсегда, поэтому познакомиться с историей смогут все жители города и, конечно, новые студенты аграрного университета. Мы, например, в данной сфере готовим инженерную сферу, инженерно-техническую сферу. Они должны знать историю нашей страны, как она развивалась. И эта линейка всей техники, которая там представлена, показывает, на какой технике работали наши отцы и деды, с какими результатами мы имеем сегодня у нас наше аграрное производство. И я уверен в том, что тот человек, который знает с лучшей стороны нашу историю, у него есть прекрасное будущее. Для успешной подготовки специалистов теперь в аграрном университете, помимо музея, есть еще одно новшество. В учебной базе появился современный тренажер-симулятор зерноуборочного комбайна. Стоимость оборудования порядка двух миллионов рублей. Устройство полностью имитирует работы современной сельхозтехники в различных условиях. В кабине тренажера-симулятора приблизенность практически полная. То есть не хватает только пыли от комбайна. Первыми провести тест-драйв кабины тренажера смогли школьники. Многие из них планируют поступать в аграрный университет. У меня дед здесь учился. Мне кажется, это одно из самых важных направлений, поскольку урожай, все, продовольствие, это все же нужно. В новой лаборатории будут заниматься студенты факультета агротехнологии лесного хозяйства и механического факультета. По словам руководителя вуза, это только начало. Подобными тренажерами будут оборудованы и другие аудитории. Игра баскетбольного клуба «Уфимец» строится на трех китах. Атака, защита и зрелищность. Не стало исключением встречи с Эльбрусом из Черкеска. На первых минутах уфимские спортсмены показали то, за что и любят баскетбол. Точный бросок из-за дуги от Игоря Ермакова, блокшот Сергея Харитонова и слэм-данк от его воздушества Михаила Каутина. Отдает до Мариина, но уже Каутир в атаку! Уфимец порадовал не только красивой игрой, но и результативностью. К концу первой четверти подопечные Руслана Бокова в два раза перебросали соперника. Уфимцы не давали игрокам Эльбруса подойти близко к корзине. Им пришлось бросать с дальней дистанции, но мимо кольца. На самом деле мы начали очень плохо в защите. У нас были некоторые договоренности с тренерским штабом, чтобы мы не просыпали определенное количество очков. Но мы уже его не выполняем. Но плюс мы сделали на падении очень много потерь, которые противниками воспользовался, набрал легкие очки. Во втором игровом отрезке Уфимец продолжал доминировать на паркете. Однако к концу второго периода Эльбрус сократил отставание до 10 очков. Игроков башкирской команды ожидал серьезный разговор в перерыве. В большом перерыве мы сейчас поговорим насчет нашей защиты. То, что мы проигрываем щит и надо убирать наши потери. Очень много потерь сделали на падении. В третьей четверти игроки Уфимца смогли остановить соперника и создали комфортное преимущество в 28 очков. При этом игру нельзя было назвать скучной. Баскетболисты радовали болельщиков финтами и дриблингом. В середине четвертого периода Глеб Герасименко принес Уфимцу сотое очко. Встреча завершилась со счетом 115 в 78. Но тренерскую установку на игру Уфимец не выполнил. Не выполнили свои установки. Пропустить не больше 60 и забить около 120. То есть у нас были хорошие задачи, в принципе реальные для нас против этой команды. Но пропустили немного больше, чем хотели. После трех домашних игр Уфимец делит первую строчку Суперлиги 2. с тибоксарскими ястребами. Впереди у башкирской команды выезд в Тамбов и Москву. Увидеть Уфимец в родных стенах можно будет 22 и 23 ноября. Андрей Шарыгин, Эльдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. 23 октября в Рио главы Башкирии Радий Хабиров провел совещание по антитеррористической безопасности. Он поручил составить списки семей с детьми, в которых хранится различное оружие. Также Хабиров указал руководителям образовательных учреждений принять дополнительные меры безопасности в учебных организациях, в частности, ужесточить пропускной режим. Сотрудники Министерства образования в течение двух месяцев должны проверить состояние безопасности подведомственных учреждений и их оснащенность системами защиты. Результаты они должны предоставить до 15 января 2019 года. Эти меры необходимо принять в связи с трагедией в Керчи, где студент 17 октября устроил взрыв в колледже и расстрелял людей. Напомним, жертвами трагедии стали 21 человек и еще 15 госпитализировали. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимал омский «Авангард». В первом периоде уфимцы активно атаковали ворота соперника и первыми забросили шайбу. Однако судьи ее не засчитали. В двух последующих игровых отрезках обе команды так и не смогли забить голов. Матч продолжился в овертайме, где омский защитник Евгений Медведев принес «Авангарду» победу. Я не думаю, что это спад. Ребята все готовы физически, морально. Просто что-то где-то не получается. Я думаю, что мы будем наигрывать. То же самое большинство в последнее время не идет, так что будем наигрывать. Следующую игру «Салават Юлаев» проведет в среду, 24 октября. Соперником уфимской команды станет СКА из Санкт-Петербурга. Встреча пройдет на льду Уфа-арены. Государственный перевозчик «Баш Автотранс» отменил все торги по продаже недвижимости. Так, на портале госзакупок закрыли аукционы по реализации гаража в Октябрьском районе. Его начальная стоимость около 15 миллионов рублей. И здание автовокзала в Мелиузе, которое оценивалось в 5 миллионов рублей. Также компания продавала бывшие профилактории в селе Загородном Стерлитамакского района за 45 миллионов рублей. Напомним, 22 октября в Рио главы Башкири потребовал уволить генерального директора «Баш Автотранса». И все материалы по продаже имущества транспортного предприятия передать в прокуратуру. Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. Голливудский актер Стивен Сигал живет в России припеваючи и продолжает постигать тонкости русской души. Сначала он получил российское гражданство. Спасибо, мой сын. Потом стал специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. А в конце лета зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. В конце прошлого месяца и вовсе заявил, что готов стать губернатором Приморья. Этим губернатором буду я с моими иллюзиями, моими идеями. Поклянись, что не будешь убивать. Клянись. И кажется, он уже достиг все, о чем только можно мечтать. Но недавно он посетил Кубань. И местные жители не могли упустить возможность прибавить Сигалу еще немного регалий. В Краснодаре Стивена Сигала встретили хлебом с солью, нарядили в бурку и отхлестали. Бей япон! Ба! Бей япон! Би! Так состоялась церемония посвящения Стивена Сигала в «Казаки». Завещали актеру вырастить сына, построить дом и посадить дерево. К последнему, впрочем, он приступил незамедлительно. Детей у Сигала уже семь, так что дел за малым. А что до недвижимости, так недавно Сигал заявил, что хочет купить квартирку на Черноморском побережье. Хорошо! Ну еще бы не хорошо. У нас на жильплощади и правительственные должности приезжим знаменитостям не скупятся. Бывший боец Джефф Монсел стал депутатом Красногорска. Сигал – министром иностранных дел. А Депардье предлагали стать министром культуры Мордовии. За какие такие заслуги, спросите вы? Я русский монгол и я русский. Сегодня я стал русским. Горжусь быть русским. Я русский! Он сказал, что он русский. Наврал. А у нас скрепы важнее каких-то там заслуг. До скорых встреч! За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых 14 человек получили травмы. В Краснокамском районе на автодороге Нефтекамский-Наул произошла массовая авария. 59-летний житель Янаула за рулем автомобиля УАЗ на перекрестке не уступил дорогу Рено Логан, который имел преимущество. После столкновения Рено отбрасывает на встречную Шкода Фабия. В результате аварии водитель УАЗа и его 39-летний пассажир госпитализированы. По той же причине произошла авария и в Уфе. Момент происшествия попал в обзор камеры Уфанет. По традиции сначала смотрим на светофор, где горит зеленый. К слову, на этом перекрестке установлен светофор для пешеходов, и на тех, кто выезжает с улицы Ковшовой, он не распространяется. Они обязаны убедиться в безопасности и уступить дорогу остальным участникам дорожного движения. Чего не сделал водитель темного седана. В результате в него на полном ходу влетает белый автомобиль, принадлежащий фирме такси. Еще одна авария с участием такси произошла на пересечении улиц Интернациональная и Александра Невского, где бежевая легковушка, оказавшись на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, решила закончить свой путь. Хотя, если бы она остановилась и не продолжала двигаться, то никому бы не помешала. В результате, потихоньку пробираясь на противоположную сторону, мешая потоком в поперечном направлении, легковушка выезжает перед белым автомобилем такси, который, в свою очередь, не ожидая такого поворота событий, влетает в оппонента. Оба участника ДТП явно были вне поля видимости друг для друга. Продолжение следует...